МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за технической накладки он вообще физически не может оказаться здесь и сейчас. Слишком большая надежда на технику, они приводят иногда к таким сбоям, что он надеялся на календарь, который ему подскажет, что сегодня он должен выступать, а ему календарь подсказывает, что нет, выступаешь ты завтра. Как так произошло, я уже не буду вдаваться в подробности, но у меня есть возможность выступить местами него, поскольку я являюсь одним из основателей. С 2012 года мы вместе развиваем платформу Талакабай. Меня зовут Иван Витенев. Я начинал как креативный директор платформы Талакабай. Сейчас мой фокус больше сместился в сторону обучения, образования, обучения людей пользоваться нашей платформой и вообще короткими технологиями в Белагуси. Собственно, мой доклад будет состояться из двух частей. Значит, первая часть очень короткая про платформу. То есть, что она представляет прямо сейчас, если на нее зайти, что на ней можно найти. Это будет очень короткая часть. А вторая часть, это ближе к тематике данной конференции, это немножко такая футуристическая и с прицелом на будущее. То есть, как мы планируем развиваться, как развивается весь мир в сторону коротких технологий, ну и какие мы могли бы делать ставки, развивая те или иные продукты или опираясь на те или иные технологии в сфере коротких технологий. Итак, начнем, собственно, с короткой презентации. Значит, что такое Талака? Талака развивается с 19-го года, она пережила, ну, как бы говоря, вот эти четыре крупные сущности в настоящий момент. То есть, это инструмент, это сообщество, это акселератор и это медиа. Маленькое, но медиа. Дел по порядку. Что такое инструмент? Инструмент, он обретает смысл всегда в руках того, кто что-то делает. То есть, если вам нужно забить гвоздь, то понятно, что молоток вам поможет. Но если нет такой гвоздь, то инструментом можно создать и обычный кирпич. Доводилось мне кирпичом забивать гвоздь и чем только не забивать. Собственно, сама платформа, она не работает, если ей пользоваться умело. Ну и для чего нужна платформа? Она помогает собирать команду и вокруг значимых идей, объединять людей. И уже от объединенных людей можно собирать все ресурсы. Ну, немножко устаревший слайд. Если сегодня зайти тут на тысячу, будет больше. Вот каждый месяц я стараюсь обновлять цифры, но не в сердце привлекло бы и разы. Кроме этого, у нас есть краудфайдинг. То есть, то, что, наверное, больше интересно в рамках данной конференции, мы назвали его «Колокошт». Как с одной стороны, поскольку это как продолжает традицию нашей «Колоки», а с другой стороны, когда мы несем краудфайд-технологии в Геларуси, то оказывается, что если приехать куда-нибудь, скажем, из Минска выехать, в доме, в Брест, мы занимаемся краудфайдингом. И люди вообще далеко не с первого раза способны выбрали это слово «Колокошт». Поэтому мы решили облегчить эту задачу и назвали «Колокошт». Сейчас на платформе активных примерно 30 проектов собирают деньги. Это очень разные проекты от таких сугубо благотворительных и заканчиваются вполне себе маленькими бизнесами, как, например, среди докладчиков будет Константин Журавский. Вот он недавно собрал больше 100% на свою игру «Фликса». Возможно, он про это тоже расскажет. То есть, ну вот текущая цифра, это я вот прямо сейчас зашел и перемес эту презентацию, сколько денег платформа собрала вообще на разные проекты. Ну, можно грубо разделить на два, и это примерно 160 тысяч долларов получается. При этом динамика такова была, что за первые 9 месяцев работы мы собрали около 22 тысяч долларов. Это вот мы запустили сам сервис «Бороделек» в марте 15-го года. То есть, в конце 15-го года мы собрали где-то 22 тысячи. Соответственно, если вычесть отсюда 22 тысячи, все остальное мы собрали за этот год. И при этом динамика такова, что она, ну вот, такой повесень идет. Я думаю, что даже геометрический. Это говорит о том, что у нас потенциал вообще для кровофайнинга, он вообще не исчерпан. То есть, тут еще можно собирать и собирать на разные проекты в день. И что мы видим, что приходит, например, ну вот, сам журнал «Имена», который является партнерством для нас. Когда он собрал деньги на свое существование, следующим шагом было то, что нами заинтересовались другие медиа. И сегодня уже наша Нива собирает на журналистские расследования. То есть, каждый пример успешной келфайб-компании порождает множество других. И мы ведем, как экспансию, ведем в разные сферы. То есть, келфайб-то начинает пользоваться все больше и больше. Идем дальше. Значит, что такое медиа? Лока как медиа. Это, ну, это вот так. То есть, у нас есть свои социальные сети, которые мы используем для того, чтобы объединить людей, состоящих, вот, как пользователи, как авторов проектов, и помогаем их усилить их медийную активность. Когда им надо рассказать о своей компании, мы используем эти сети. Ну, это рассылка. То есть, это еженедельная рассылка, которая выходит с анонсом, что у нас нового на платформе. То есть, а YouTube мы используем пока что как такое хранилище для наших учебных материалов. То есть, если бы мы записывали эту видео-лекцию, то мы бы ее заглянули туда, и это вот количество просмотров, сколько людей обучаются с помощью наших материалов. Ну, и не только обучаются, там есть несколько таких развлекательных. Сюмелов. Да. У нас есть партнерские медиа. По именам я уже сказал. Имена – это был партнерский проект, который соединил в себе журналистику и короб технологии. То есть, каждая статья направлена на актуализацию какой-то проблемы. Статья, в том числе, направлена на то, чтобы показать тех, кто решает эту проблему. И в конце читателю, если он вдохновился, если он проникся, ему дается возможность поучаствовать в решении этой проблемы. Это вместе с теми, кто ее уже решает. Ну, участие обычно сводится либо к волонтерскому участию, либо помочь деньгами. И соединение качественной журналистики и короб технологии дало невероятный эффект. То есть, я думаю, что больше половины перероста в денежной метавалленте, которая случилась в этом году, это благодаря партнерству с именами. Соц.ньюз – это такой агрегатор новостей в сфере социальных различных проектов. Там агрегируются новости как от МГУ, общественных организаций, от инициатив, так и от бизнеса. Поэтому вот такая точка, где, ну, скажем, профессиональные клепатели новостей пересекаются. Пиарщики из бизнеса могут видеть новости от общественных инициатив и наоборот. Ну, этот парень не так взлетел, как мы и рассчитывали, но, тем не менее, он тоже обрел самостоятельность. И вот я недавно брел его там. Главный редактор получал премию за, что, диаграмм. Так, не помню, за что, но, в принципе, дали ему премию. Так, сообщество. Мы понимаем, что пользователи – это пользователи, это просто циферки на наших счетчиков, а сообщество – это нечто большее, чем просто куча людей. То есть сообщество – это люди, которые как-то друг друга знают. Они как-то входят друг к другу, с друг другом взаимодействия, ну, как минимум, встречаются, обмениваются опытом и так далее. И, на наш взгляд, сообщество – это такая движущая сила, которая позволяет усилить потенциал каждого проекта, который заходит на платформу. Когда мы изучали, допустим, платформу краудфрагент, это вот фикс-трейца, перед тем, как запускали сами, мы обнаружили такую печальную статистику, что 90% денег, проект, который приходит на краудфрагентную платформу, должен привлечь сам. И только 10% он может взять с платформы. То есть, размещая проект на платформе, вы ни в коем случае не выполните его и не соберете деньги. Вам нужно провести просто гигантскую работу по привлечению аудитории, которая принесет вам деньги. А платформа даст вам только 10%. И, зная эту цифру, мы себе задали вопрос, а как мы могли бы изменить эту цифру? Как мы могли бы нашей платформе давать не 10% проекта, а 20%, 30% или 50%? И мы решили, что ответ – это сообщество. То есть, если бы люди на платформе были не случайны, если бы их объединяли какие-то общие ценности, общие идеи, и они находились в взаимосвязи, то они бы могли включаться в проекты друг друга. Ну, например, кто-то делает проект благотворительный, поучаствовал, и видит рядом, что тоже хорошие люди запускают проект уже бизнесов. Ну, почему бы им не помочь? Ну, и вот, благодаря этому мы вышли на необходимость как-то людей объединять. Поэтому мы убавлю мероприятия для сообщества. мы помогаем авторам наших успешных проектов становиться этими экспертами. Если есть возможность, приглашаем их тоже на мероприятие, чтобы они поделились опытом. Ну, по-моему, делать вечеринки, но с вечеринками сложнее, потому что, скажем так, это рассеивает немножко наши усилия, и мы еще пока не наши формулы, как с маленькими усилиями делать вечеринки. Вот. Но вечеринки — это вообще то, что больше всего любит сообщество. Я так скажу. Ну, вот примерно как это происходит. То есть обучение, развлечение и так далее. Ну, и последнее вот, что сейчас уже есть на платформе, это такое акселеренда. Сейчас, если зайти на платформу, это называется вызовы. Вызовы — не очень удачный переход. На английском «челлендж» звучит круче. То есть он как-то более назначительное слово. Мы провели вот в пятнадцатом году такой раз в Нинск, и вот эти вот показатели, они были получены за два месяца. То есть мы получили 350 идей. Значит, людей вот вовлеклось столько. Было 40 проектов создано. При этом, если посмотреть как динамику, то вот из этих 40 проектов 20 попала в реалити-конкурс, который проходил на Алик. То есть еженедельное освещение проектов. Ну, и вот до конца дошло 11 проектов. И это всего за два месяца. То есть мы за два месяца развернули Адмирскую движуху, которая привела к реализации 11 проектов. Такую же движуху можно запускать в любой сфере. Тот, который сейчас идет, — это социальный стартап. То есть направлено на то, чтобы люди создали, привлотили свои идеи в социальные бизнесы. Ну, социальный бизнес, если так не вдаваться в подробности, то это бизнес, который, с одной стороны, у него есть миссия социальная, а с другой стороны, он полностью самоокупаемый. То есть это не такой типичный грантополучатель, который на свою деятельность просит деньги, а он сам зарабатывает деньги, реализуя что-то полезное. Либо в экологической сфере, либо в социальные, либо еще в какой-нибудь, например, культурный. Ну, тут все, на самом деле, всего три сферы. Две социальные проекты, да? Ну, и вот такой был реализованный. Совместно с будьми Беларусами, а будет молодежно. Ну, мы думаем, что потенциал у этих акселераторов большой, потому что их можно запускать в абсолютно любой сфере. То есть, хотим мы активизировать людей в какой-то области, мы объявляем конкурс, объявляем достойный приз, и там начинается активность. Это что-то вроде хакатона в режиме онлайн. Вот. На самом деле, по краткой презентации у меня все равно. Я могу пару вопросов ответить, прежде чем двинуться дальше и, собственно, по краудтехнологии и в этом, ну, семье. Хорошо, тогда без вопросов. Тогда, да, тогда дальше. Итак, значит, что такое краудтехнология вообще? То есть, краудтехнология — это не только краудфайдинг, да? Вот сейчас принято ассоциировать, там, краудтехнология — это краудфайдинг, деньги, да? Считается, что деньги решают все. Но краудтехнология — это еще краудсорсинг, привлечение людей. Это еще краудвотинг или крауддесижн, то есть это принятие решения, привлечение огромного количества людей. Разумеется, краудфайдинг и краудинвестинг. Ну, можно еще, наверное, продолжить, но вот это, как бы, являются такие главные, наверное, четыре направления, которые в настоящий момент, ну, в мире развиваются. Кроме этого, что в этом всем важно? Важно, что это развивается на платформах. То есть платформа — это как новый тип взаимодействия, на котором люди взаимодействуют без посредников. То есть приходит вот в нашу платформу, приходит автор, заявляет о проекте, он создает кошелек электронный в банке, в первом банке «Белке». Все, после этого он подходит в компанию и сам получает на кошелек свой. Непосредственно на наш счет получает деньги. То есть люди взаимодействуют с людьми напрямую. При этом комиссия нашей платформы — это 0%. Ну, отдельная история, не коммерческая платформа. То есть вот эта технология взаимодействия людей напрямую, она позволяет, скажем, значительно интенсифицировать процессы взаимодействия между людьми. То есть каждый активный человек сейчас может запустить свою краудшую компанию, собрать деньги и реализовать проект. Значит, кроме этого, ну, если вам интересно вот это вот направление краудтехнологий, у нас сейчас запущен набор на курс краудтехнолог. Его будет ввести наш основатель Ильин Кришевич. Ну, возможно, там будут приглашены несколько успешных краудфандеров, которые, ну, уже состоялись. Не одну компанию провели успешно. Так, значит, теперь про саму платформу. Если вот с точки зрения краудтехнологий, краудплатформа позволяет, с одной стороны, делать проекты, с другой стороны, она позволяет развивать идеи. Ведь, ну, главные дискуссии, которые идут сейчас, ну, у меня в том числе в Фейсбуке периодически, что все понимают, что мы вступаем в новую эпоху вот такого постиндустриального мира, где главной ценностью являются идеи. И производство идей, и производство креативных продуктов. И, соответственно, вот наша платформа, она уже является, как вот любит наш основатель говорить, такой оцифровкой силиконовой долины. То есть вы на нашей платформе можете вбрасывать свои идеи, как-то начинать их превращать в проекты, собирать команду и сообщество, которое верит в вашу идею в проекты. И после этого уже находить финансирование либо на самой платформе, либо привлечения более сложных схем через спонсорство инвесторов и так далее. И платформа сама по себе дает новый способ взаимодействия даже инвесторам. Сейчас многие инвесторы в стартапы, когда к ним приходит стартап за деньгами, они говорят, а сходите сначала на краудфандинг, посмотрим, верят ли в вас пользователи, сможете ли вы их собрать хотя бы 5-10 тысяч долларов, прежде чем я дам вам свои 50 тысяч долларов. Это уже новая реальность. Эту же новую реальность постепенно перенимают в некоммерческой сфере, например, фонды. В Украине, например, на крауд-платформе BigID я видел, уже существует несколько некоммерческих фондов, которые смотрят, какой проект набрал где-то половину суммы, и они докидывают еще деньги. То есть это уже новый способ взаимодействия и крупных игроков тоже. Собственно, про краудфандинг и как мы работаем. Мы не являемся классическим краудфандингом, мы не тупо как делаем модель текстарти. Мы смотрим потребности наших проектов, как они хотели бы, чтобы их финансировали, и, соответственно, разрабатываем так называемые собственные продукты. Например, у нас есть продукт, пользуется его популярностью, это когда проект начинает получать деньги сразу же, как только они ему поступают. То есть проект берет на себя обязательства и реализовать его в любом случае, независимо от суммы, которую он собрал. Этот режим называется «Все, что собрал». Кроме этого, в ближайшее время мы собираемся ввести режим членских подписок. Это значит, что человек соглашается, что с его карточки каждый месяц будет списываться определенная сумма. И этот новый способ финансирования, который в Голоруссии еще пока не работает, мы собираемся внедрить как для некоммерческих проектов, так и для коммерческих. То есть такой режим подписок. Ну и, наверное, заключая уже свое выступление таким, что в мире развивается, а у нас пока еще не дошло, это так называемый equity funding, ну или коллективное финансирование, которое основано именно на самой идее коллективности. Проще всего это описать, когда вы с друзьями собираетесь устроить вечеринку, и вам надо на нее скинуться. Обычно кто-то ходит в банк и говорит, да, собираемся на вечеринку. Все, вы можете с помощью каун-технологии завести кошелек, все туда скинули, с этого кошелька сделать все покупки, и у вас состоится вечеринка. Это самый простой способ описания, что такое equity funding. Ну, конечно, может быть более сложным. Ну, я, наверное, на это совершить, да, и дам возможность задать вопросы, чтобы было более... Да, пожалуйста. Ваш сайверс, это происходит с криптовалютой? Пока нет. Я думаю, что этот вопрос, когда мы начнем с криптовалюты работать... Это как раз тема следующего доклада. Нет, он сбежит в сфере государственной регулировки. Потому что мы стараемся. Ну, нету, а значит, это такая, кажется, серая зона. То есть мы стараемся работать в легальном поле, чтобы не было... не создавать проблем нашим авторам, не садим себе. Я думаю, это отличная перспектива, если мы совместим каун-технологии с... Ну, я думаю, что все-таки тут уже должны как-то немножко развиться наши представления о том, как это работает. Скажите, а какой вы считаете самый успешный проект? Вот, социальный и бизнес? Ну, один проект. В вашей форме? Успешный в смысле сбора денег? Ну, допустим, сбора денег, да. Ну, вы считаете на вашу? Ну, больше всего денег собрал все-таки пока благотворительный проект. Это энтеральное питание. Он очень громкий был. Там тогда детей, которые... Ну, короче, после этого полетели шапки там... Ну, мне кажется, там даже министр сменился в итоге за это. Ну, это я... Мои догадки были. Вот. И назначили человека, который за это включил. Ну, да. То есть, как бы, вроде... Был скандальный, как бы, проект. То есть, там собрали 30 с чем-то тысяч долларов. То есть, 34-35 тысяч. Причем завод очень короткий сорт, там, за неделю где-то. А бизнесовый... Ну, на нашей платформе вот хроники на армии собрали 7 с половиной тысяч долларов. И, по-моему, для нашей платформы это пока что рекорд. Я сейчас просто не могу... В основном какой-то есть отчет? Ну, условно. Что с этим проектом произошло в реальности? Ну, да. Каждый проект, он у нас организован так, что у него есть блок, и проект не завершается с сбором денег. У нас он не начинается со сбора денег и не заканчивается сбором денег. Это такая небольшая фаза финансирования. Так вот, вы можете зайти на любой из разных проектов и, как это, читать отчеты автора, что сейчас происходит. И часто, допустим... Ну, crowdfunding это все-таки не совсем про бизнес. И там, скажем, не у всех такая вот подслеживается четкая бизнес-логика. Потому что там бывают накладки и люди пишут. Вот, наша типография задержала, поэтому, ну, скажем, мы сможем только через месяц ваши подарки вам дать. То есть, поэтому автор проектов постоянно держит в курсе, что происходит. Вот. Про любой проект можно зайти и почитать, что происходит. Если говорить про эти некоммерческие проекты, которые введут имена, то сами имена, эту историю, ну, как журналисты, они берут на себя ответственность дальше освещать. А не просто, что вот нужны деньги, а потом все тишина. Они стараются эту историю длить и доводить на какого-то логического конца. И так далее. Осенний день, вы знаете, не глядя в даже недвижимость. Терлинги девчонк. Добрый день. Вроде бы. Славя. Запрыгание. Продолжение следует...